Я хочу предоставить слово представителю приводной техники с коротким но ярким докладом Евгений Сергеевич нам расскажет о том как стать энергонезависимым в собственном доме здравствуйте коллеги времени у нас осталось совсем немного поэтому я сейчас кратенько быстренько емко собственно компания наша занимается не только промышленными системами накопления но и системами накопления для домашнего бытового частного применения собственно устройство которое увидите сейчас на сцене рядом со сценой это как раз и есть тот самый бытовой накопитель применяться он может в принципе на любом объекте больница торговый центр магазин небольшая мастерская большая квартира либо пентхаус либо небольшой дом вот и все это но это и в первую очередь это устройство создано для того чтобы сделать вас энергонезависимым как сказал Сергей Геннадьевич основные параметры приведены здесь на слайде здесь есть также красивая картинка где он у нас уже стоит в одном из интерьеров да и гаражей собственно с конструкцией и сама топология диалоги это устройство модульная вот соответственно базовый модуль нас 10 киловатт 10 киловатт часов подключая его параллельно вы сможете ну собственно закрыть любые свои задачи и потребности вплоть до того что можете без электричества сидеть днями неделями а если хватит денег еще и месяцами устройство у нас ну так как мы немного со временем она достаточно современная но поддерживает связь с любым устройством на ios либо на android посредством любых каналов связи это вай фай это bluetooth плюс также имеется возможность к нему подключаться с помощью обычного эзернета что хотелось бы рассказать мы в этом году совместно с челяб энерго мрск урала реализуем один из таких интересных пилотных проектов то есть у нас есть площадка частное домохозяйство на которое мы получили технические условия на подключение данного устройства собственно процедура получения ту было достаточно трудоемкой достаточно длительной то есть начали в этот процесс еще в прошлом году соответственно в этом году только подписали договор на тех присоединения ну и собственно приступили к опять же к разработке проекта подключения который у нас идет медленно но верно движется к своему завершению собственно здесь основная идея данного пилотного проекта заключается в том чтобы подключив данное устройство или установив его в частном доме иметь возможность выдавать электроэнергию обратно в общую электрическую сеть и собственно это электроэнергия еще и будет тарифицироваться с бытовой энерго организации ну и соответственно как-то идти в зачет но вашего вашего платежа за кому за коммунальные услуги собственно весь процесс получения и подключения этого устройства он описан как финальный этап как раз здесь возможность выдавать сеть с упрощенная структурная схема тоже приведена на слайде в нашем конкретном случае экономики нет никакой также как и у наших коллег из нет у нас тоже есть если глубоко копнуть но это нужно глубоко искать и копать в первую очередь мы хотим создать прецедент и собственно показать всем нашим заказчикам и потенциальным потребителям которые желают купить такую установку что процесс или процедура установки бытового накопителя подключение его к сети и выдача электроэнергии в сеть и возможность продавать электроэнергию все эти и стать стать полноценным участником рынка она доступна каждому из нас собственно вот краткое описание про пилотный проект тут то что я сказал уже основные задачи и которые мы хотим отработать перспективы что касается перспектив на сегодняшний день европейский рынок американский рынок и азиатский рынок достаточно быстро растут за счет чего за счет того что там очень бурно развивается альтернативная энергетика в первую очередь альтернативная энергетика в тех самых частных домохозяйствах связано это в первую очередь с тем что там достаточно высокий тариф за электроэнергию, соответственно каждое домохозяйство старается экономить устанавливая себе солнечные панели либо какие-то ветроэлектростанции, геотермальные используя какие-то источники и использует накопитель как некий буфер, который позволяет собственно в нужные моменты выдавать электроэнергию в сеть соответственно она тарифицируется и как-то идет зачет этому участнику рынок по прогнозам тут я к сожалению не указал их источник потом скажу рынок в течение ближайших 5 лет по прогнозам одного очень авторитетного издания вырастет практически на 300% основной драйвер роста конечно же это будет страны Юго-Восточной Азии и Северной Америки там эти направления развиваются бурно что касается России на сегодняшний день то есть если сравнивать 19-й год до 6,3 миллиарда долларов рынок систем для домашнего использования и рынок российский причем тоже такая циферка она получена дедуктивным методом не факт что она совпадает но вот натянули до 7 миллионов долларов нам еще собственно есть куда расти есть куда стремиться и потенциал у нашего рынка он огромен вот то есть факторы влияющие на собственно наше медленное или медленное развитие внедрения вот этих вот бытовых накопителей собственно первый фактор это низкая себестоимость второй фактор это опять же низкое развитие ВИА в частном домохозяйстве а как мы знаем из там предыдущих докладов ранее что ВИА это там один из основных драйверов развития СНЭ вот ну и собственно до этого года до 2020 года отсутствия реально возможности частному лицу ну являться полноценным участником рынка продажи электроэнергии то есть до 2020 года не было ни одно в законе в законе об электроэнергетике федеральном не было ни одного пункта который бы позволял частнику участвовать в торговле электроэнергии собственно с 2020 года все эти изменения были внесены ну и собственно мы хотим стать одними из первых кто все это дело на собственной шкуре испытает пройдет все пути вот и потом будет рассказывать как как наш накопитель подключить к сети так чтобы продавать электроэнергию зарабатывать на этом деньги перспективы ну в ближайшие 5 лет мы ожидаем что рост спроса на бытовые накопители энергии в России он увеличится до 30-50% ну ежегодный рост будет 30-50% опять же связано это с тем что появятся свои собственные производители ячейк аккумуляторных пройдут несколько итераций в дополнении в законодательно правовые акты вот которые собственно упростят процедуру подключения бытовых накопителей да использования их там совместно с электросетивым хозяйством вот ну надеемся что развитие возобновляемых источников энергии и их массовое применение участников тоже сыграет свою роль ну и соответственно стандартизации пересмотр НПА как один из основных драйверов который стимулирует применение бытовых накопителей в плане именно экономии электроэнергии для частника тоже считаем как один из таких факторов повлияющих благоприятно на распространение и увеличение присутствия вот таких устройств у каждого из нас в общем коллеги спасибо большое вопрос вопрос Продолжение следует...